Всем привет, с вами Глория Рай, и это ежедневные новости, слухи и обсуждения эфиров телепроекта Дом-2 на сегодня. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Приятного прослушивания! Уход с проекта явно пошел на пользу карьере Анастасии Болинской. Уже ни для кого не секрет, Настя Болинская и Алексей Кудрышов покинули проект в статусе пары. Впрочем, за стенами реалити-шоу парочка уже успела поругаться и даже расстаться. Правда, этот сложный этап их взаимоотношений остался позади. Теперь влюбленные всецело поглощены своей самореализацией. Как стало известно, после Дома-2 карьера Болинской резко пошла в гору. Девушка получила роль в сериале на одном из федеральных каналов. Кроме того, работу в этом же сериале нашел и Кудрышов. А вот с Китаем пара решила повременить. По словам Кудрышова, поездку за границу он отложил на тот случай, если им с Настей не удастся заработать в Москве. А пока выпускники Дома-2 серьезно намерены обосноваться в столице. Над Юлией Фременковой вновь нависла угроза увольнения. Юлия должна была сложить полномочия ведущей уже этой осенью. Так организаторы не планировали продлевать контракт. И лишь в последний момент, правда, пока непонятно по какой причине, решили Юлю пожалеть. А вот радоваться Ефременковой пока рано. У девушки появилась серьезная конкурентка в лице одной из участниц Дома-2. По крайней мере, зрители убеждены, Юлю, причем без труда, сможет заменить Юлия Щеглова. В последнее время именно Щегловой все чаще доверяют вести странные лобные. И зрители открыто говорят о том, что в отличие от Ефременковой, ее потенциальная заместительница ведет себя спокойно и уверенно. И при этом обходится без оскорблений. Организаторы могут всерьез рассмотреть кандидатуру Щегловой. Особенно если учесть, что работа Ефременковой вызывает немало нареканий. К примеру, Юля не пользуется уважением или любовью участников. К тому же она раздражает своей агрессией и редко сдерживается от гадостей в адрес подопечных. Если вы тоже так считаете, ставьте лайк. Выяснилась причина, почему же с виду положительный Роман Макеев так любит регулярно выпить и гульнуть. Рома заслужил любовь зрителей своим отношением к Богдану Савкину. Ни для кого не секрет, Рома куда больше, чем Алена Савкина, занимается по сути чужим ребенком. А в некоторых моментах переплюнул даже Татьяну Владимировну. Впрочем, у Макеева полно недостатков. К примеру, многие, мягко говоря, в шоке от любви Романа к алкоголю. При этом Рома не просто выпивает, но и напивается до бессознательного состояния. И если бы не обещания, данные Савкиной, наверняка бы пьянки были регулярными. Не лучшим образом складываются и отношения Романа с противоположным полом. Мужчина привык гулять на стороне. По его собственному признанию, за 37 лет жизни у него было едва ли не больше 100 женщин. При всей своей внешней неказистости, Рома оказался настоящим Казановой. Всему нашлось вполне логическое объяснение. Как стало известно, Рома слишком рано женился. Мужчина фактически не успел нагуляться. И лишь по этой причине решил наверстать упущенное, уже будучи в браке. Алена Савкина сделала ринопластику и увеличила грудь. Такая интрига была с рассказами младшей Рапунцель о том, что она не будет делать операции. Но все же звезда телестройки отправилась в клинику красоты. Савкина сделала ринопластику и бюст. Будем надеяться, что Роман Макеев узнает свою женщину после выхода из клиники. И удаление повязок на лице и теле. Илья Ябаров следующий. Идеальная будет пара во время третьего тура конкурса «Человек года». Продолжение подробностей узнаем в ближайшем эфире. Ну а сейчас в самом видео операции Алены Савкиной вы можете посмотреть на стене в моей группе ВКонтакте. Ссылочка на группу есть в описании под видео. Розалия Райсон недовольна своей внешностью. Девушка считает ее не совсем идеальной. Я позиционирую себя как идеальная девушка. А идеальная девушка должна быть идеальной везде и во всем. Я идеальная по отношению к своему мужу. Я выполняю все свои обязанности. И мой муж со мной счастлив. Но пункт, касаемый моей внешности, у меня всегда был мой идеальный образ в голове. Себя я видела так. Длинные белые волосы, голубые глаза, пышные красивые губы, узкий небольшой носик, красивая фигура, стройные ножки, осиная талия и пышная упругая грудь. И вроде бы все совпало, но есть два пунктика, которые мне не дают спать по ночам. И которые я хочу сделать в 2020 году. Это нос и грудь. Грудь у меня большая своя, но не такая, какую я хочу. Я хочу, чтобы грудь стояла как мячики. Это моя идеальная грудь. Своя грудь так стоять не будет. Что касается моего носика, то я хочу его немного сузить и уменьшить. Я очень придирчивая к себе и своей внешности. И так было всегда. Перфекционист, что поделать. Сейчас ищу хороших врачей и жду тот день, когда я сделаю фотосессию полностью идеальной внешней себя. Поделилась Розалия Райсон. Настя Голд размечталась о ребенке от Ильи Ябарова. Настя удивила поклонников своей выходкой. Девушка сфотографировалась с накладным животом, намекнув, что они готовы попробовать свои силы в роли родителей. Зрители надеются, что девушка просто троллит хейтеров, но советуют не слишком увлекаться, а то может закончить, как Алена Савкина. Та тоже начинала с разговоров о беременности, а стала мамой-одиночкой. Оказалось, что Настя Голд умеет шокировать публику не хуже Ольги Рапунцель. Девушка продемонстрировала, что готова родить от Ильи Ябарова и стать мамой в скором времени. Она примерила живот унушительных размеров и при этом выглядела вполне счастливой. Все конфликты, похоже, остались позади. Лита Ларченко в ближайшем времени не придет на проект, о чем намекнула своим подписчикам. А Илья снова стал милым и прекрасным возлюбленным, не готовым расставаться с избранницей и переезжать в бип-дом к Алене Савкиной. Илья отозвался сразу же, заверив, что он просто счастлив, когда его девочка рядом. Поклонникам стало любопытно, что означает этот снимок. Но Настя призналась, что объяснить пока не может. Однако тайна скоро перестанет быть тайной. На шоу Бородина против Бузовой все станет понятно. Видимо, темой эфира станет многочисленное отцовство Ильи, готового и дальше быть папой уже в новых отношениях. Зрители предупреждают Настю, что ей нельзя быть такой беспечной, потому что наглядный пример Алены Савкиной у нее перед глазами. Ильи не было рядом уже во время беременности. И сейчас он появляется возле сына намного реже, чем Роман Макеев, взявший на себя все заботы о ребенке. Стало известно, почему Татьяна Владимировна Григорьевская держится за проект. Еще недавно у зрителей появилась маленькая надежда на то, что Татьяна Владимировна наконец-то покинет проект и оставит в покое своих дочерей. Это в эфирах ее почему-то пытаются показать героиней-страдалицей, которая похоронила себя в хозяйственных делах и заботах о многах, в то время, пока ее дочки занимаются домовскими разборками и построением личной жизни. Однако еще ни разу не упоминалось о том, что женщина за все свои старания получает весьма внушительное вознаграждение. А какая еще домохозяйка может похвастать заработной платой в 150 тысяч рублей, когда почти все бабушки хлопочут возле своих внуков бесплатно? В итоге женщина никуда не уехала, посчитав, что возлюбленная ее подождет, а она пока будет зарабатывать. Скептики ни капли не сомневались, что этим все и закончится. Ведь именно Татьяна Владимировна была одной из тех, кто не позволял покинуть дом 2 Ольге и Алене даже в самые тяжелые времена для них. Хотя, как мать, она должна была быть первой, кто забрал своего страдающего ребенка из того места, где его обижают. И вчера домовские журналисты поведали своим читателям о том, на что именно старшая Рапунцель тратит свои деньги. Возможно, матерью она является не самой хорошей, но вот дочь из нее все же получилась очень заботливая. Оказывается, частые поездки Татьяны Владимировны в родной город связаны с тем, что она делает ремонт в доме своих родителей, пока есть такая возможность. Возрастная участница переделывает все основательно, и как только бригада приведет в порядок жилище, она намерена купить мебель, потратить на которую намеревается не меньше миллиона рублей. Но этот факт не особо обрадовал публику, ведь теперь эту даму с проекта будет выгнать еще сложнее, так как ремонт весьма дорогостоящего удовольствия. На сегодня это все новости Дома-2 за последние сутки. Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok